Здравствуйте, Алексей Игоревич. Здравствуйте, Наталья. Предлагаю начать нашу беседу с хорошей федеральной новостью. Свыше 700 миллионов рублей поступят в Орловский регион. Вам об этом наверняка известно. Об этом речь шла во время встречи губернатора с Ольгой Голодец. Куда должны пойти эти деньги? На какие нужны? Действительно, для нашего коллектива была очень позитивная информация о том, что во время встречи Вадима Владимировича с Ольгой Голодец поднималась тема нашей клиники до оснащения новых корпусов современным оборудованием. И то, что этот вопрос решается положительно, это очень здорово. Это большой шаг в здравоохранении Орловской области, ее педиатрической, неонатальной, акушеско-гинекологической части. Очень серьезный. Эти деньги предназначены для дооснащения корпусов перинатального центра и параклинического корпуса, который построен на территории педиатрического стационара. А решить они смогут целый ряд серьезных задач. Это, в первую очередь, неонатальная служба и неонатальная реанимация. С учетом новых задач, которые появились, дооснастить это современным оборудованием. Это наши прорывные технологии, где мы сегодня занимаем действительно достойное место в российском педиатрическом здравоохранении. Это неонатальная нейрохирургия и детская нейрохирургия. Мы уже выросли до того уровня, когда нам нужно уже более серьезное оборудование. Это уже проводить оперативные вмешательства у пациентов с использованием нейронавигации, операционного микроскопа. То есть сегодня мы уже это можем, у нас есть такая потребность, нам это оборудование очень необходимо. Это оборудование еще для одного нашего проекта, который является очень важным. Это онкология и гематология. Там нам нужно оборудование для дооснащения как лабораторной службы, так и дооснащения службы, связанной с проектом трансплантации костного мозга, который мы планируем. Ну и это целый ряд точных моментов, которые связаны и с реабилитацией, еще с какими-то технологиями, которые мы не смогли решить в рамках дооснащения корпусов, где у нас осталась потребность. И, конечно, появление этого оборудования в клинике, это будет толчком к тому, чтобы вывести клинику в наше учреждение на совершенно другой уровень. Ну, парк техники активно комплектуется, журналисты это видели сами, своими глазами. Вот какая сейчас, может быть, основная гордость центра, вот какие новинки пополнили, может быть, эксклюзивные какие-то есть модели? Ну, есть много поводов для оптимизма в этом формате. Из того оборудования, которое поставлено, которое сегодня введено в эксплуатацию, это и магниторезонансный томограф, который нам очень необходим. Это уже день сегодняшний, в принципе, всей медицины, детской медицины. И заниматься неврологией, нейрохирургией, онкологией, не имея магниторезонансного томографа, невозможно. Но отличительной особенностью нашего аппарата являются еще некоторые функции, которые позволяют проводить, скажем, так называемые функциональные МРТ для оценки функции центральной нервной системы при подготовке к серьезным нейрохирургическим вмешательствам. И еще целый ряд программ, которые необходимы для детской онкологии, для решения таких серьезных задач. Это оборудование для функциональной ультразвуковой диагностики. Это современное оборудование. Мы достаточно много и давно занимаемся вопросами эпилепсии судорожных состояний у детей. И, опять же, диагностика на сегодняшнем уровне современная предполагает необходимость проведения видеоэгэ-мониторинга. Мы это делали уже, это внедрено в нашей клинике. Но, скажем, проводить возможности там ночного мониторинга у нас физически не было. А с появлением новой аппаратуры, с появлением самой главной площади для того, чтобы это можно было развернуть в том формате, как это положено, как это должно быть, вот появляется такая возможность. Появился аппарат для оценки функций дыхания, так называемый бодиплетизмограф. Это позволит наших пациентов обследовать уже на совершенно другом уровне тех пациентов, которые имеют серьезные заболевания органов дыхания, не отправляя их для лечения, скажем, в столицу. Вот мы когда были во время экскурсии, то увидели, что отдельный даже этаж предназначен для аптеки. Вот какая цель, расскажите. Дело в том, что аптека – это неотъемлемая составляющая работы любого медицинского учреждения, тем более крупного, такого, как нашего, многопрофильного, с целым пакетом задач. И это в отличие, скажем, нашей аптечной службы от любой городской аптеки в том, что это не только хранение, прием, хранение, отпуск препарата, а это и изготовление лекарственных форм специальных, которые предназначены для индивидуальных, для лечения каких-либо пациентов. Это изготовление большого арсенала препаратов в виде микстуров, микстур, настоек и так далее, что сегодня требует создания специальных условий. Условий санитарно-эпидемиологического режима, условий противоэпидемического режима, условий производственной деятельности. Эта аптека построена уже с учетом всех современных норм, требований для того, чтобы отвечать, в первую очередь, безопасности, качеству и безопасности того, что мы делаем. Но это, как бы сказать, подразделение, с одной стороны, не самое, может быть, на первый взгляд, необходимое, но без работы аптеки невозможно сегодня. Это обязательно условия для соблюдения, условий хранения. У нас достаточно большие объемы медикаментов, которые поступают, потому что большое количество пациентов проходит через нашу клинику. Вот сегодня все эти требования, в том числе, да, и для аптеки, они соблюдены. – Алексей Игоревич, не могу не задать вопрос. Открытие уже планируете и в какой стадии работы в корпусе параклиническом и в новостройке перинатального центра? – Параклинический корпус готовится к открытию. Уже совсем скоро, это остались уже, скажем, считанные дни, да, строительные работы там завершены. Мы обживаем уже этот корпус, мы готовим его к открытию, мы создаем условия для того, чтобы пациентам, которые придут, персоналу было комфортно, удобно, для того, чтобы он представлял не только из себя стены оборудован, но как-то его наполнить, у него вдохнуть жизнь. Поэтому вчера мы обратились к нашим жителям города, и я, пользуясь ситуацией, тоже хочу попросить, что для того, чтобы создать нам действительно уют, когда-то наши три года назад горожане после ремонта поддержали наши старые корпуса, принесли туда цветы. Сейчас они все живут у нас в кабинетах, в залах, на лестничных площадках, и корпус очень живой. Вот нам и хотелось, чтобы то же самое было и в новом корпусе, поэтому мы приглашаем всех, кто захочет принести зеленые различные свои насаждения, цветы домашние, к нам на стол справа, которые займут свое достойное место в корпусе. Корпус перинатального центра, строительная работа там тоже в финальной стадии, там уже идут вопросы, связанные с оформлением документации, вводом в эксплуатацию корпуса, и это будет следующий этап открытия. Вот скажите честно, вы с какими мыслями, с какими чувствами открываете двери в корпуса новостройки? Вот взять, допустим, параклинический корпус, если бы не вы, если бы не позиция губернатора, так быстро все бы это не свершилось. Чувство радости, чувство гордости, что у нас в регионе, конечно, это мечта была. И мечта была такая, может быть, достаточно призрачная, да, потому что очень хотелось, но понятно, что есть еще много задач, много объектов, и нас очень радует наш коллектив в том, что Вадим Владимирович, наш губернатор, вот в качестве одного из направлений здравоохранения, да, ведущих выбор, направление детства, родовоспоможения, в том числе наше учреждение в качестве объекта особого внимания. И, конечно, если бы не позиция губернатора принципиальной, ситуация с корпусом могла бы быть достаточно печальной. Это бы растянулось на какой-то длительный срок и так далее. Сегодня мы видим действительно достойный объект для того, чтобы можно было расширить значительный арсенал наших возможностей, в первую очередь амбулаторных, ведь 80%, 70-80% в зависимости от дня пациентов, которые приезжают в нашу консультативную поликлинику, это пациенты-жители сельской местности. Вот, и поэтому для того, чтобы это было в достойных условиях, с новыми возможностями, вот стоматология в частности, у нас не было такой службы. А сегодня с теми задачами, которые ставит перед нами просто жизнь, да, объективная реальность, вот возникло это направление, в том числе и очень актуальная сейчас тема для лечения пациентов под наркозом, да, и это медицинские показания, это, как правило, наши пациенты-инвалиды, вот с вводом в эксплуатацию корпуса такая возможность появится. Делать это бесплатно для соответствующего контингента. То есть вот все бы это не было возможно, если бы не усилия правительства области, позиция губернатора, за что всем огромное спасибо и низкий поклон. Алексей Игоревич, в какой стадии объединения научно-клинического центра помощи детям с перинатальным центром? Это объединение завершено. Мы работаем с МАЯ как единое учреждение. Мы теперь называемся, в нашем названии по слову матерям и детям. Этот процесс, слава богу, прошел в рабочем режиме. Это было, конечно, все сложно в плане того, что приходилось все эти изменения проводить, как бы сказать, в процессе работы. Но мы с этим справились. И спасибо большое коллективу. Слава богу, никаких проблем здесь не возникло. И сегодня это уже работает как единый большой мощный коллектив. Многие ваши коллеги говорят о том, что кадровый вопрос стоит очень остро у них. А как у вас в двух учреждениях? Ну, в одном целом теперь. Кадровый вопрос, он перетекает из встречи в встречи, из темы в тему. Я, наверное, опять не открою никакой Америки, никакой революции здесь не совершу. Скажу, что и для нас тема кадровая, она актуальна. Где-то нам удалось снять эту напряженность, где-то нам уже, скажем, не нужны специалисты. Хотя несколько лет назад эти проблемы были достаточно серьезными, скажем, утеринолерингологи, ортопеды, травматологи. У нас сегодня нет потребности в этих специалистах. А где-то вопрос остается серьезным. И какие-то болевые точки высветились как раз в связи с объединением. Нам нужны специалисты-ноунатологи. Нам нужны анестезиологи-реаниматологи-ноунатальные. Нам нужны медицинские сестры. Не только потому, что там вот у нас какой-то прям катастрофический дефицит, но и эти проблемы связаны с тем, что мы растем. Появляются новые корпуса, появляются новые направления. Эти направления надо развивать и подкреплять их в первую очередь кадрами. Если бы мы... Вопрос с новым корпусом, он был достаточно, как бы сказать, планируемый, да, то многих специалистов, многие направления мы успели подготовить. И сейчас вот в прошлую пятницу мы встречались с молодыми коллегами, которые сейчас заканчивают интернатуру, ординатуру и уже выйдут на работу. Кто-то в августе, кто-то в сентябре, получив документ на право работы врачом. Встречались с молодыми коллегами, которые только пойдут учиться. То есть это процесс небыстрый. И подготовка специалиста занимает определенное время. Но мы работаем, работаем адресно. Работаем в первую очередь с нашим медицинским институтом и Ордовским государством, университетом имени Тургенева. Могу сказать, что наша клиника стала сейчас университетской клиникой. Это новый формат такой, который появился у нас в области. А что дает этот формат? Этот формат дает возможность объединить усилия университета и дает возможность объединить усилия клиники в целях... В нашей ситуации это охрана здоровья матери и ребенка. Одно из приоритетных направлений. И, соответственно, объединить не только возможности материальные, кадровые, но и возможности научные, возможности всего университета в целом. И я, как бы сказать, чуть-чуть, может быть, забегу вперед и скажу, что мы сейчас готовим с Ордовским госуниверситетом очень большой проект, который в ближайшее время будет анонсирован. Это очень серьезная такая большая работа, которая будет направлена усилиями двух наших учреждений, усилиями опорного вуза, на решение как раз проблем охраны здоровья матери и ребенка, на решение проблем детства, на решение проблем профилактической медицины с позиции практических моментов, с позиции наших проблем, реально существующих в Орловской области сегодня. Я считаю, что это вот такой очень серьезный большой проект, который будет способен нанести свою весомую лепту в здравоохранении области. Этот проект уже поддержан правительством области и в ближайшее время, я думаю, мы его презентуем. Демографическая ситуация в Орловском регионе – это еще одна тема, о которой говорил наш губернатор с Ольгой Голодец. Вот ваши прогнозы хотя бы на ближайшую перспективу изменятся ситуации или, может быть, уже начала меняться? Ну, мне достаточно сложно давать прогнозы. Я все-таки не владею тем массивом информации для того, чтобы прогнозировать так долгосрочно, серьезно и давать какие-то весомые аргументы. У меня достаточно узкая часть информации в руках касается медицинской составляющей. Эта проблема гораздо шире. Это и социальные моменты, это экономические моменты, все остальное. Но могу сказать, что вот то, что видим мы, ту результирующую, замечательную, в виде появления на свет нового жителя Орловской области, она имеет позитивный тренд. Приблизительно сейчас на 100 человек больше маленьких ребятишек появилось в стенах нашего учреждения и других родоспомогательных учреждений Орловской области. И, конечно, наша задача сделать все, приложить все усилия для того, чтобы охрана здоровья и матери, и будущей матери, и появление новорожденного на свет, они проходили как можно благоприятнее. Много лет подряд перинатальный центр пользовался популярностью у потенциальных родителей, у молодых мам, вот как сейчас? Сегодня в наши стены приходит большое количество пациентов. Мы ощущаем тот кредит доверия, который дают нам жители Орловской области. И перинатальный центр много лет нес вот эту свою миссию ведущего учреждения здравоохранения Орловщины в сфере родоспоможения и решения проблем репродуктивных. И сегодня мы видим новые задачи, мы их сейчас решаем, ну и понимаем ту мировую степень ответственности, которую на нас накладывает и правительство области, и губернатор, и в первую очередь жители Орловской области. Поэтому много есть задач, которые сейчас надо решать, перспективных задач. Ну, мы стараемся сейчас, чтобы все эти задачи были решены. Наш губернатор говорит о том, что в течение двух ближайших лет необходимо обновить парк машин. Вот потребность в новых скорах у вас есть? У нас-то потребность есть, но она не такая острая, как это происходит в районах области, где оборудование было получено по национальному проекту. И качество дорог, которое у нас было, оно тоже наносит свой такой важный момент в эксплуатацию этой техники. У нас сегодня работают три реанимобиля, которые обслуживают санитарную авиацию, Акушевский дистанционный консультативный центр и реанимационно-консультативный центр новорожденных. Количество, конечно, вызовов в связи с объединением, количество работы выездной у нас увеличилось, увеличилось причем существенно. Но мы на сегодняшний день справляемся. Конечно, нам нужен еще один реанимобиль, который мы будем использовать как раз для Акушерского дистанционно-консультативного центра. Но вот острой проблемы у нас сегодня нет. Алексей Егоревич, на каких вопросах должны сосредоточить свое внимание представители здравоохранения и власти? В чем вам необходимо объединить свои усилия? Если сказать словами такими казенными, официальными, то это повышение качества и доступности медицинской помощи, естественно. Вот сейчас с решением тех проблем, которые у нас случились в начале этого года, жесткий мониторинг ситуации, жесткая маршрутизация пациентов акушерского профиля и очень четкий контроль всех новорожденных, которые родились на территории Орловской области, он дал свой результат. Мы действительно смогли на 36% снизить младенческую смертность. И это не та цифра, на которой мы должны останавливаться. Задача еще не реализована полностью. Быстро за такой период времени полностью решить эту проблему невозможно. Вот это показало, что если все усилия сосредоточены в этом направлении, есть жесткий контроль и жесткая регламентация, это приносит свой результат. Вот если мы будем по всем направлениям также без профанации очень четко соблюдать те рекомендации, которые не надо изобретать, их уже изобрели до нас. И нет никакой особой системы здравоохранения Орловской области, какой-то совершенно специальной. У нас есть какие-то нюансы, особенности в связи с сельским населением, в связи с возрастным составом, с какими-то еще моментами. И они безусловно существуют. Но в целом модель здравоохранения, она есть. И вот если мы сможем все эти моменты четко проводить в жизнь, будет хороший результат. И есть еще один момент, который вот уже с неформальной стороны мне бы хотелось затронуть. За алгоритмами, за стандартами, протоколами стоит пациент. И всегда российской и советской медицины было присуще такое слово, которое называлось милосердие. Это не шаблон. Вот если мы сохраним вот это вот милосердие в нашей работе, в нашей специальности, то результат будет замечательный. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова